В сети появились публикации, показывающие Владимира Зеленского не с лучшей стороны. Чтобы было понятно, о чем речь, сначала коротко процитирую, а затем для полной ясности разберем телодвижение Владимира Зеленского. Набираем в поиске «Зеленский под кайфом» и находим самые свежайшие обвинения подобного типа. Или с бодуна, или после кайфа. Зеленский удивил странным поведением во время совещания – видео. Пользователи соцсети даже заподозрили президента в употреблении наркотиков. На кадрах видно, как президент на фоне других спикеров нервно ерзает на стуле, несколько раз захотел выпить воды, а также особое внимание привлекает его усталое лицо. На это и отреагировали активно в сети. Добкин-младший отдыхает. Или с бодуна, или после кайфа. Под кайфом 100%. Здесь только слепой не увидит, пишут пользователи. Кроме новостных изданий, данная информация активно начала распространяться и обсуждаться на ютубе. Используя нарезку фрагментов, ролики штамповали быстро, не задумываясь, не теряя момента хайпа, не анализируя оригинальное видео. Не упустили посмаковать этим и порохоботы. Например, любимец Петра Алексеевича Олешка. Лично меня удивило то, что данную новость распространил даже политический блогер, доктор политических наук Александр Семченко, который делает очень подробные разборы различных политических ситуаций. Манипулируя сознанием своих подписчиков, он предложил сравнить нарезку фрагментов поведения Зеленского с поведением Добкина-младшего в Верховной Раде. За это ему было предложено извиниться. Смотрим кадры, которые так активно начали обсуждать. И что мы видим? У Зеленского усталый вид. Он потирает лоб. Пьет воду. Смотрит по сторонам. Беспорядочно качает головой. Потирает нос. Бессмысленно улыбается. Что может сказать об этом невнимательный зритель? Скорее всего, что Зеленский под кайфом. Ну а ты, внимательный зритель, сможешь проанализировать это вместе со мной. Для того, чтобы сделать свои собственные выводы, вы можете посмотреть полное видео с Зеленским на канале НашМаксиТВ, которая называется «Выступ Зеленского в Ужгороде». Я уже посмотрел и выскажу свое мнение. Видео, где Зеленский выглядит как-то странно, состоит из нарезки коротких фрагментов. Были выбраны кадры, где уставший Зеленский боролся со сном и усталостью. От этого никто не застрахован. Чик-чик, и вот уже Зеленский под кайфом. Но оригинальное видео нам расскажет совсем о другом. Во время встречи с таможенниками Зеленский и его команда доносили свою позицию и новые требования к таможенной службе. Периодически Зеленский ставил таможенников на место, давая понять, что новая метла метет по-новому, и с контрабандой пора прекращать. Выслушивая бесполезные доклады таможенных руководителей, он боролся с усталостью и пытался не уснуть под нудные речи. Когда сил уже не оставалось и он был на грани, он встревал в разговор и приводил себя в чувство тем, что ставил докладчика на место, задавая ему прямые и неудобные вопросы. Оказывается, несмотря на свою усталость от непривычного напряженного графика, он все слышал и прекрасно ориентировался в происходящем. Вот один из фрагментов часового видео, где уставший Зеленский внимательно слушает речь своего коллеги, поддерживает с ним контакт, кивая головой, и сам вступает в разговор. Но если приблизить Зеленского в кадре, убрать звук и лишние участки видео с его речью, то его поведение сразу станет подозрительным. Не правда ли? Вот еще один пример, где Зеленский ведет себя как-то странно. Жадно пьет воду. Не знает, чем занять руки. Беспорядочно водит глазами. Уж не принял ли чего из запрещенных препаратов? А вот так это выглядит на полном видеобезобретке. Вот это головные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали с новыми людьми, и один из мессендов, которые мы хотим до вас донести, все разом, что наверх больше заносить не требуется. Все, ну, закончилось. И у нас вопросы, ну, типа, это хорошее. И так сказал неоднозначно. Тобто, типа, провозить треба, но нам не треба. Нет, провозить не треба, да. Именно так и был состряпан фейк, что Зеленский под кайфом. Еще раз рекомендую посмотреть полное видео и самому убедиться, что Зеленский просто выглядел уставшим. А кайфовал он лишь от того, что время от времени ставил на место тех, кто пытался юлить, пудрить мозги и замыливать глаза относительно реформ и контрабанды на таможне. Ссылка на полное видео будет в описании. Также оставляю ссылку на подборку интересных моментов этой встречи из другого ракурса крупным планом. Вот и оцените, смог бы так живо и адекватно реагировать человек под действием каких-то препаратов. Еще один немаловажный аспект. Речь Зеленского в некоторых моментах может показаться слегка сумбурной. А что вы хотите от русскоговорящего человека, который мыслит по-русски, а озвучивать приходится на украинском языке? На этом у меня все. Делитесь этим видео, если считаете, что поведение Зеленского было вменяемым. Или напишите в комментариях, что думаете вы. Ну а подписываться на этот канал или нет, решать вам. Думай, ты.